Плесцелиновая ворона, международный музыкальный фестиваль под таким названием, состоялся в Подмосковье. Сразу три юные вокалистки из Чувашии привезли домой дипломы первой степени. С одной из них встретился наш корреспондент. Нам помнится в вороне, а может быть собаки, а может быть корови, однажды повезло. Всем, и взрослые, и дети хорошо помнят этот советский мультик. Президентом и единым вдохновителем фестиваля является автор всем известной вороны, композитор Григорий Гладков. Так что название конкурса вполне объяснимо. Голос Даши пленила членов жюри и зрительскую аудиторию. За исполнение фольклорной песни девушка получила самые высокие баллы. В свои семь Дарья поет на пяти языках. Итальянском, английском, латинском, чувашском и русском. Профессионально заниматься вокалом начала с пяти лет, когда увидела выступление сверстниц со сцены. Мне понравилось, как там они пели, люди. И я заинтересовалась. И начала ходить в музыкальную школу. Потом я научилась петь тоже, как они. Моим успехом радуется мама, сестра, бабушка, брат. Когда я вырасту, я стану певицей, актрисой. Преподаватель Даша Диляра-Стулова считает, что у девушки есть все шансы попасть на большую сцену. Девочка у нас поет в двух вокалах. То есть она поет в эстрадном направлении, эстрадный вокал. И плюс основа, я все-таки считаю, что у нее академическое пение. Мы работаем и над сценическим образом. И она занимается у меня в классе, мы занимаемся хореографией и постановкой вокала. И я думаю, что обязательно эта девочка у нас пойдет куда-то дальше поступать. Может быть на эстрадную джазовую начнем с Чебоксар. Следующим этапом для юной певицы станет участие во Всероссийском фестивале вокально-хореографического творчества. Подготовка к нему Дарья с преподавателем уже занята вплотную. Дарина Игнатьева, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.